Всем знакомо такое животное, как лисица. Часто она селится недалеко от человека и многие видели ее своими глазами. Как и на кого охотится этот хищник? Сегодня мы это и узнаем. Основная добыча лис это различные грызуны. Камера наблюдения засняла лисицу, которая пришла поесть оставленную еду. Вот она кого-то услышала и направилась туда, откуда доносился шум. Оказалось, за углом был заяц, который в темноте не заметил опасности. Секунда, и он уже у лисицы в зубах. Тут также лисица что-то ела в темноте, как вдруг что-то заметила. Большая крыса выбралась из укрытия и шла прямо на хищника. Лиса, конечно же, не упустила такого шанса. Иногда добыча сама идет прямо к хищникам, как эта крыса. Лисе ничего не стоило ее поймать. Люди из окна своего дома засняли, как дикая лиса охотится на их участке. Рыжая хищница услышала, как под землей передвигается крот. Так почему же его не попытаться поймать? Лиса делает несколько прыжков, но до крота не так легко добраться. Своими лапами она разрывает землю и все-таки хватает неуловимого подземного жителя. Здесь лисица заметила суслика, который прятался в норке. Хищница замерла и стала выжидать удобный момент для атаки. И вот момент настал. Лиса делает прыжок, и суслик оказывается у нее в зубах. Такая тактика очень распространена у лисиц. Приметив маленького грызуна, рыжая плутовка замирает, и в удобный момент буквально ныряет своей вытянутой мордочкой в нору. Обычно мыши не успевают отреагировать на это и превращаются в пищу. Очень интересно наблюдать за охотой лисы на мышей зимой. В конце зимы, когда солнце начинает пригревать, грызуны просыпаются и начинают ползать под снегом. Лиса останавливается и прислушивается, и через несколько секунд делает высокий прыжок и втыкается в снег. На поверхности остается только задняя часть лисы. Часто такие прыжки бывают удачными, и мышь оказывается в зубах хищника. Белки. Эти зверки тоже часто становятся жертвами рыжей плутовки. Эта белка лакомится угощением, оставленным человеком в специальной кормушке. Она не знает, что в этот момент за ней наблюдаются два хитрых глаза. Вот лисица бросается в атаку, и буквально в последний момент, когда белка была уже в кустах, ловит ее. Белка забралась в кормушку полакомиться семечками. Но она не знала, что эта кормушка превратится в смертельную ловушку. Неподалеку бродила лиса, которая заметила белку. Один миг, и вот уже грызун в зубастой пасти. Эта белочка не догадывалась об опасности, которую представляет лисичка, лежащая на траве. Грызун подошел совсем близко, но лиса не двигалась с места. Но когда белка поворачивается спиной, хищник нападает и быстро хватает ее. Лисица замечает белку, которая спустилась с дерева, и сразу ее атакует. Короткая погоня и добыча поймана. Лиса зашла на задние дворы домов, где на ее пути встретилась белка. Хищница всегда на готове, и поймать грызуна ей не стоило большого труда. А тут попался грызун побольше. Хотя это не совсем грызун, это андатра. Лиса бегает вокруг нее и не торопится атаковать. Но вот выбрав удобный момент, рыжая хищница хватает андатру и утаскивает на берег. Когда есть возможность, лиса ловит и с поедают рыбу. А еще лиса не прочь полакомиться и птицами. Хотя поймать их не так уж и легко. Тут лисе не хватило буквально пары сантиметров, чтобы схватить голубя. Эта лисица зашла в город, и очевидцы стали ее снимать. Лису привлекла стайка голубей. Птицы были не слишком осторожны, и одного голубя хищнице поймать удалось. Гусь – добыча хорошая, но эта птица большая и сильная. Тут засняли, как лиса крутится у канадского гуся, который намерен защищаться до конца. Он расправляет крылья и наступает, и лисица не решается напасть на него. Так она и ушла оттуда ни с чем. Здесь также можно видеть противостояние лисица и гуся. Гусь защищается, и лиса также бегает вокруг него. Но в этот раз хищница оказалась более ловкой и смогла схватить эту птицу. Как известно, эти рыжие плутовки очень часто наведываются к домашним птицам и таскают их. Если лиса пробралась в курятник, она действует так – хватает подвернувшуюся птицу и утаскивает ее наружу. Потом возвращается и хватает следующую, и также вытаскивает на улицу. Так этот хищник может потаскать всех кур. И утром хозяева будут очень расстроены, когда увидят проделки рыжей плутовки. Очередной разбойный налет заснятый на камеру. Неожиданно появившись, лисица вызывает переполох. Птицы разлетаются во все стороны. Лиса хватает первых попавшихся, но убегать с ними не торопится. В этот раз хищнице удалось загрызть несколько кур. Эти две лисицы заявились к небольшому курятнику с тридц белого дня. Клетка для кур была крепко закрыта и никаких лазеек не было. Лисы крутились вокруг клетки и никак не могли попасть внутрь. Они очень хотели заполучить кур, но сегодня им это не удалось. Эта лиса проникла на участок в поисках пропитания. Она знает, что тут могут быть домашние птицы. Но она не догадывалась, что вместо птиц встретится с двумя немецкими овчарками и еле-еле унесет оттуда ноги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА